приветствую вас дорогие слушатели в эфире третий выпуск подкаста независимая электронная музыка история и современность последнее время можно часто слышать несколько пренебрежительные а порой и откровенно негативные отношения к американской культуре но вот я совершенно не разделяю эту позицию и дело даже не каких-то социально-политических мотивов хотя бы потому что америка имеет достаточно богатую музыкальную историю со своими традициями и впечатляющим количеством интересных и влиятельных музыкантов как бы то ни было это уже третья передача посвященная американской музыки и сегодня мы будем говорить об эмбиенте ну как известно изобретателем эмбиента считается британский музыкант Брайан Ино который согласно известной легенде придумал это название но не совсем четко представлял себе что с ним можно делать произошло это как известно в самом начале 80-х годов прошлого века американский проект PGR появился несколько позже уже где-то в середине 80-х по-видимому к тому времени ситуация изменилась в лучшую сторону по крайней мере у проекта сразу же появилась довольно четкая концепция которая позволяет говорить о проекте PGR как о феноменальном музыкальном явлении своего времени ну а началось все с того что Ким Касконе приехал в Сан-Франциско из Нью-Йорка в 1983 году и организовал группу под названием Language Lab с другим музыкантом по имени Брайан Круз Смит они играли импровизационную музыку копируя стиль модной британской группы AMM до тех пор пока Киму не попала в руки известная книжка Industrial Culture Handbook прочитав ее он заинтересовался электронной музыкой и эстетикой панка надо сказать что во время обучения в музыкальном колледже Беркли его симпатии были на стороне минимализма и именно из минималистических традиций он исходил когда начинал работать с синтезаторами в Нью-Йорке музыка Касконе приобрела более резкое звучание в соответствующей среде которая его окружала тоннели метрополитена интенсивные уличные движения возможно в стремлении избежать этого хаоса Касконе пришел к идее беззвучного канала ее смысл состоял в том что человек обращает свой слух внутрь собственного сознания фиксируя звуки, образы, ассоциации и именно таким образом настраивать свое восприятие музыки а оно может сильно отличаться от того что в нее вложил сам композитор в целом идея показалась Киму очень привлекательной и он развернул из нее целую философию одним из путей применения которой стала его фирма Silent Records этот лейбл появился в 1985 году и первым же его релизом стал альбом нового проекта Кима Касконе который он назвал PGR эта аббревиатура расшифровывалась как Poison Gas Research вот с этого альбома мы и начнем он называется Silence ну а композиция которую мы будем слушать называется Remembrance то есть вспоминание альбома и альбома альбома и альбома и Продолжение следует... 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 Кстати, все ранние альбомы PGR были изданы на виниле. И до сих пор не переизданы на компакт-дисках. Я надеюсь, что мне удастся как-то исправить это положение в будущем. Ну а пока мы перейдем к более новым альбомам, которые, опять же, выходили в основном на лейбли Кима Каскона и Silent Records. И самый значительный из них, это, конечно, альбом под названием The Chemical Bride, который был выпущен в 1994 году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, термин «стена звука» применял еще Глен Бранко в своих гитарных симфониях. Ну и такое же название, The Sound Wall, имеет первая композиция с альбома Chemical Bride, который мы только что прослушали. Ким Касконе любил использовать специфическую терминологию в связи с описанием своих методов композиции – экстракция, реинвестмент, имбрикация. Слово «экстракция», то есть извлечение, происходит из теории лингвистики. Если представить себе этот процесс визуально, то он напоминает копирование на кальке, во время которого происходит сглаживание и обесцвечивание оригинального изображения. Рисунок, в конце концов, полностью теряет сходство с оригиналом, и в дальнейшем эта концепция стала главенствующей в работе Кима Касконе. В первых своих работах он пытался применить эту теорию к звуку, беря за основу подходящую музыку и замедляя ее темп до неузнаваемости. Что касается имбрикации, то это связь с симеотикой, которая состоит в том, что исходный звук и извлеченный из него сигнал дополняют друг друга при прослушивании, что сильно напоминает кодирование при помощи теста Роршаха. Например, в результате экстракции из двух гитар получается массивный звук неясной природы. В нем можно различить голоса птиц, разговор людей, но все очень размыто и абстрактно. Имбрикация допускает большую свободу различных манипуляций, автономные события, музыкальные пассажи, звуковые темпры частично перекрывают друг друга, перераспределяя свое психоакустическое воздействие во времени. Смысл имбрикации – это создание связанного сюжета из бессвязных фрагментов, примерно так, как это происходит в заглавной композиции альбома. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Ambient Temple of Imagination Многих других Именно тогда, в середине 90-х За фирмой закрепился статус промоутера Ambient'a Им присылали огромное количество демо-записей В офисе постоянно толпились люди Ambient входил в моду Диджеи покупали у них пластинки PGR, Zoid, France и Huffler Trill Для своих сетов В общем, имелись все признаки того Что Legal Silent Records Оказался в нужном месте И в нужное время Ну а мы переходим к следующему треку С альбома Chemical Pride Который называется Head full of blue sun То есть под синим солнцем Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА